Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире кулинарное шоу «Готовим сервантом», то есть со мной. Сегодня будем готовить замечательное блюдо. Это для вас может быть открытие, значит, сделаем мусс из куриной печени. А как я буду делать и что буду туда добавлять? Обязательно вы это увидите. Доставайте ручки и бумажки и начинайте писать. Для этого необходимо нам, значит, взять свежий куриный печень. Куриный печень есть, два яйца, заранее я его промыл, значит, она уже готова к применению. И возьмем морковь. Но, как вы видите, у меня уже параллельно готовится бульон, вода, соль. Сейчас я измельчу морковь и добавлю в бульон, пусть варится. То есть, что я делаю? Для того, чтобы измельчить морковь, нам сильно не надо переживать, что нужно колечками или ромбиком произвольно. Как вам удобно, так и режьте, потому что это все превратится потом в морковное пюре. Вот, посмотрите, морковь уже порезали. Добавляем воду, увеличиваем температуру. Это очень интересное блюдо. И, кстати, можно его сделать порционно, можно сделать общее, как вам удобно, так и сделайте. Я вам даю идею, а дальше уже вы сами. Пока готовится морковь, я хочу, значит, взять блендер. Приготовлю сначала, отделю желток от белка. Желательно, чтобы яйцо было прохладное, ну, холодненькое, из холодильника, потому что чем холоднее белок, тем быстрее взбивать можно наш белок. Так, это тоже мы сделали. Так, желтки нам понадобятся потом, но для начала я хочу приготовить, подготовить, то есть у меня есть такая насадка, блендер, и буду, значит, взбивать. Что я, как буду взбивать, сейчас я вам покажу. Немножко посолю. Кстати, соль скрепляет белок, поэтому желательно посолить и охладить белок. Ну, наверное, вот так сделаю. Вам всем видно, мои операторы вам все покажут. И мы взбиваем. Ну, уважаемые телезрители, белок мы взбили. И, что мы дальше делаем, я вот сейчас поближе покажу. Смотрите, вот так нужно взбить белок до такой степени, чтобы была костинца такая крепкая. Тем временем у нас морковь варится. Что я сделаю? Сейчас я возьму, значит, куриный печень. Дальше у меня есть лук-шалот. Кстати, это же блюдо вы можете сделать из куриной грудки. Но сегодня я хочу сделать из печени, потому что печень тоже очень полезна, очень нежна. И добавлю лук-шалот. Но если у вас куриная грудка, красный лук здесь не нужно добавить, потому что обязательно цветовая гамма испортит этот лук. Лучше добавьте белый лук. Ну, это в куриную грудку. А в моем случае, это куриная печень, и я, значит, добавлю лук-шалот. Здесь нормально, то есть ничего здесь страшного нет. Вот, добавляю лук сюда. Как вы видите, все это обильненько. Придаем вкусовые качества. Дальше возьму немножко петрушки, немножко укропа. Все это измельчу. Все равно мы это все будем взбивать в блендере. Сделаем такой муссообразный фарш. Дальше я вам все покажу. Все будет все интереснее и интереснее. Поэтому смотрите внимательно, записывайте. Вкусные. Ну что ж, такой замечательный такой фарш сейчас мы сделаем, который будет очень вкусным. Но сюда мы добавим еще оливковое масло первого отжима. Обязательно немножко. Ну что ж, вы записали, что я добавил сюда? Ведь это очень элементарно. Лук-шалот, раз, укроп, петрушка, два, три даже, да? Сам куриный, сам куриный печень и оливковое масло, соль. Ну и, конечно же, перец душистый. Вот такой вкусный фарш. Но, чтобы наш фарш был еще вкуснее, мы это все перемешаем. Что я сделаю? Я сейчас, у меня есть где-то апельсиновый сок. Вот. Открываем апельсиновый сок. Добавляем немножко сюда. Перемешиваем. И все это блендером взбиваем. Ну что ж, и аккуратненько мы, очень аккуратно превращаем это все. Делаем в виде мусса. Это все мы убираем. Пока похоже на шоколадный мусс. Но это еще не все. Смотрите, запомните, что здесь очень важно с добавлением, добавление, значит, белка в эту массу. Это очень важно. Когда добавляем мы белок, мы обязаны, обязаны мешать его очень аккуратно. Значит, беру лопатку и аккуратненько, очень аккуратно перемешиваем. Почему аккуратно? Потому что, если мы быстрее начнем взбивать вот это все масса, да, то она у нас упадет и, ну, некрасивая будет. Наш мусс уже готов к выпеканию. То есть, смотрите, что у меня есть. У меня есть такие силиконовые формочки. Если у вас нету, то можно взять обыкновенную керамическую посуду и сделать водяную баню и через водяную баню как бы испечь замечательные такие формочки сделать. Что я делаю? Сейчас я немножко промажу оливковое масло наши формочки. Я вот сюда капну немножко и буду обрабатывать все формочки уже с одним... Ну, вот, смотрите, это все наливается. Другую, другая мажется также. Хотя она отсюда и освободится очень легко, но в любом случае я страхуюсь. Ну, вот и все. Буквально немножко и у нас готово. Ну, все, погружаем. Он должен немножко приподняться. Немножко оставляем формочку посвободнее. Аромат очень вкусный, свежий. Отдает, отдает, значит, свежим. Так, ну, ну что ж, пока я буду выпекать вот такую количеству, поэтому я сюда немножко сделаю водяную баню. Водяная баня для меня вот, она вот такая должна быть. Чтобы она совсем сухая не была в духовке, да, я добавляю сюда воду и вроде и пар, и жар, все в одном. Поэтому готовьте душой. О, горячая духовка. Поехали. Надеюсь, не подведут мой мусс к куриной печени. Ну и забудем буквально 25 минут. Открывайте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии везете? Конечно, витоноски делаю. По гостю. Натурально очень вкусно. И что, думал, сами будем есть. Федорыч. Сделано в Бурятии. Сделано с душой. Так, ну все. Пока наш мусс готовится, печени куриные, я сейчас превращу, сделаю пюре из морковки. Сюда мы просто оливковое масло. Не забудьте, что здесь был уже, значит, мы добавили сюда соль. Перец мы не добавляли, но можем. Добавим душистый перец. И все это тщательно мы будем взбивать в блендере. Ну и вы заметьте, что мы сегодня работаем практически все то, что готовим, мы готовили с помощью блендера. Точно так же вы можете готовить тыквенный пюре такой. Почему бы нет? Ну все, морковное пюре тоже готово. Ну что ж, уважаемые телезрители, настал тот момент, когда мы будем декорировать наше блюдо и подавать уже на стол. Для этого у нас, как вы помните, есть морковное пюре. Очень вкусное, очень полезное. Кстати, почему бы не сделать детям утром и покормить вместо завтрака. Это будет очень вкусным и детям будет полезно. Что я делаю? Хочу, значит, провести вот такую полоску. Ведь мы делаем красивую подачу, поэтому нам необходимо максимально сделать все красиво. Поэтому, как вы помните, можно украсить разными цветами. Поэтому я думаю, что то, что я показываю, вы можете все продукты приобрести в сеть продуктовых магазинов Барис. Кроме этого, у нас есть замечательный партнер. Это майонез и махиев, который предлагает разновидные свуса. Все перед вами. Но сегодня я хочу использовать в моем блюде именно лимонный. Со вкусом лимона майонез. Что я делаю? Я хочу добавить вот такие замечательные оттенки. И, как вы видите, мое блюдо становится более красивее. Раскрывает цветовую гамму. Ну что ж, наш мусс из куриной печени тоже готово. Мы его достаем. Сейчас идет творческий такой процесс. Что мы делаем? Так, мы освобождаем. Вот, видите, как красиво смотрится. Очень легко освобождается. Что я буду делать? Я хочу порезать его напополам. Ремяненький такой вкусный. А запах какой вкусный. Попробуйте дома. Радуйте своим близким. И я уверен, что у вас все получится. Посмотрите, как красиво. Блюдо шикарно смотрится. Мои коллеги, наверное, отметили в своем блокноте, что можно подавать такое вкусное. Ну, назовем. И горячее второе блюдо. Посмотрите, как красиво смотрится. Но это еще не все. Почему не все? Потому что у нас, как вы помните, я в печень добавлял, значит, апельсин. Апельсиновый сок. Поэтому я вот пигмент апельсина уже освободил. Сделал такой мякоть. Я хочу просто вот так положить. Кроме этого, хочу добавить сюда фиолетовые такие оттенки, чтобы эти оттенки фиолетового цвета украсили наше блюдо. Для приготовления куриного мусса с морковным пюре вам потребуется куриная печень, лук-шалот, яйца куриные, оливковое масло, апельсиновый сок, зелень, морковь, лимонный майонас Махеев, филе апельсина. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы приготовили замечательное блюдо. Украсили красиво, и цветовая гамма у нас все соответствует. Я думаю, что это выглядит очень аппетитно. Добавили замечательный майонез со вкусом лимона, майонез Махеев. Попробуйте, это очень вкусный и полезный продукт. Но какое вкусное блюдо может быть без горячего гремячинского хлеба на дровах? Попробуйте вкус настоящего хлеба, покупайте в продуктовых магазинах Бариса, готовьте душой для своих близких. С вами был кулинарный шоу «Готовец с Ервантом», то есть со мной. Пока-пока. Торговый дом «Барис» – это более 70 магазинов во всех районах города и республики. Широкий ассортимент бытовой химии, косметики, товаров для дома и продуктов. Выгодные покупки в магазинах «Барис Эконом». Майонез «Махеев» с лимонным соком. «Махеев» – вкусно каждый день. Открывайте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии везете? Конечно, витоносцы делаю по гостю. Матурально очень вкусно. И все, думал, сами будем есть. Федорыч. Сделано в Бурятии. Сделано с душой. Федорыч. Сделано в Бурятии. Федорыч. Сделано в Бурятии. Федорыч. Сделано в Бурятии. Федорыч. Сделано в Бурятии. Продолжение следует...